Все меньше продуктов, попавших под российское эмбарго, пытаются ввести в нашу страну. Объявлено сегодня по результатам мониторинга на пунктах пропуска, а также проверок, которые Роспотребнадзор регулярно проводит на оптовых базах, рынках, в торговых сетях. На прилавках происходит импортозамещение. Выставка под таким названием открылась в Москве, где немало разработок как раз в продовольственной сфере. Одним из первых экспозицию осмотрел глава правительства. Репортаж Дмитрия Кочеткова. Импорт на сельхозпродукции на прилавках уступает место отечественной, так что инвестиции в агробизнес могут принести неплохой доход. В Ставропольском крае и Северной Осетии уже сориентировались. Там открывают селекционные центры по выращиванию саженцев плодовых деревьев. 160 рублей двухлетний. То есть это можно купить, такие деньги? Мы уже продали. Раньше же мы все саженцы в саду завозили. Ну конечно, так я почему об этом и говорил. Это на самом деле очень дорого, а не стоит. Потом его подвивают. Проверял, интересовался. Реально очень дорого. Но нам террористов не поставляли или половина больного материала поставляют. Правительство занимается импортозамещением системно. Главная задача помочь промышленности и сельскому хозяйству воспользоваться новыми возможностями. Уже есть первые результаты в агропромышленном комплексе. У нас АПК растет более быстрыми темпами, чем большинство отраслей. Да и вообще одна из немногих растущих отраслей сейчас. Но потенциал там еще выше, и мы стараемся его использовать. Я думаю, что результаты мы увидим через уже 2-3 года. Глава Ингушетии подтверждает, производство сельхозпродукции растет. В Москву и Московскую область республика в этом году отправила 2000 тонн яблок. В следующем году будет 7 тысяч тонн. Здесь ровно 50 яблок. Спасибо. Я пересчитаю дома. Спасибо большое. Садыновые сажаете? Садыновые. У вас для этого как раз все есть. Климат самый подходящий. Дмитрий Медведев приехал на выставку импортозамещения на следующий день после своего 50-летнего юбилея. Так что практически на каждом стенде премьер получал поздравления и подарки. Например, пакетик Иван-чай ручной сборки. Вкусно, полезно. Спасибо большое. Еще можно? Жена попросила сфоткаться с вами. Я бы просто подарил. Пожалуй, самый большой экспонат выставки – модернизированный трактор «Кировец». Им уже интересовались покупатели из Германии. Практически полностью из российских комплектующих собранный этот автомобиль скорой помощи. Не хуже импортного по качеству, но гораздо дешевле. Замещать есть что. За рубежом сейчас закупают 75 тысяч подобных машин в год. Вот это вот замещение по импорту на 2 миллиарда. А сколько нам нужно в год таких автомобилей? Мы считаем, что мы займем 100 тысяч. 100 тысяч. Мы хотим занять 200 тысяч. Производительность этой пекарни на колесах – тысячи пирогов в день. Также на базе автомобилей можно делать небольшие передвижные магазинчики. Но развитию мобильной торговли мешает отсутствие закона. Вся проблема в том, что в России не существует законодательства о мобильной торговле. Москва считает, что не нужно этого. Точнее, а не просто, чтобы это все было на уровне города, на уровне региона регулировать. Медведев считает, что закон о мобильной торговле надо разработать и принять. А индустрию высоких технологий на выставке представляли производители планшетников. Особенность этих компьютеров – высочайшая прочность. Можно уронить и даже наступить ногой. Этими планшетниками уже заинтересовались в МВД. Их планируется выдавать участковым. Подробнее об импортозамещении будут говорить в октябре. Этой теме будет посвящен инвестиционный форум в Сочи. Дмитрий Кочетков, Кирилл Зотов, Первый канал. Продолжение следует...